По инструкции Анатолия, нанятый уголовник Киря в открытую предлагает Мите ограбить ювелирный салон, который тот охраняет. Однако, нарвавшись на резкую реакцию Гущина, быстро меняет тактику и предлагает недостающие для лечения Лизы деньги взаймы. Гера, едва успев обрадовать Татьяну заключенным договором аренды для ее дизайнерского бюро, тут же придумывает схему, по которой собирается обкрадывать свою невесту, изготавливая под крышей ее фирмы изделия из нелегального золота. О, Гера! Привет! Здравствуйте! Привет! Здравствуйте, Лиза! Я очень рад, что вы согласились поехать. Я постарался организовать для вас хорошую погоду. Спасибо вам большое! Серьезный мужчина? Георгий Санников! Здорово! Привет-привет! Здорово! Ну, проходи! Куда мы сейчас? Лиз, Олежка, давайте побыстрее! Таня где? Таня с водителем поехала уже прямо туда на место. Я везу вас, а они все остальное. Будем мы хорошие! Ну что, друг, вспомним молодость? Фух, иди ко мне! Попробуем! Готовы? Поехали! Вот, двести долларов. Неприятная ситуация. Ну, вы уж извините, что так вышло. Да уж, мягко говоря, неприятное. Я еще раз вам повторяю, клуб тут совершенно ни при чем. Я сам не понимаю, как ребята могли узнать о проблемах Гущина. Наверное, подслушали, ну и решили помочь тимуровцам. А вы их, естественно, похвалили. Нет, я их не хвалил. Я им сразу сказал, что из этого ничего хорошего не получится. И что Дмитрий Иванович не возьмет эти деньги. Ну, они, как видно, не послушались. А вы на этом успокоились. И вот результат. Знаете, Андрей Вадимович, мне кажется, вы что-то путаете. Я занимаюсь футболом. Воспитание вашего сына – это ваша работа. И если ребенок делает что-то не так, это вопрос к вам. Да что вы говорите? Ко мне, значит. Да. К вам. Если ребенок с вами об этом не разговаривает и не хочет вам ничего говорить, то это тоже вопрос к вам. Я не хочу вам показаться, что я храню детскую кассу у себя в кармане, но ваш ребенок деньги взял у вас, а я вам отдаю свои собственные деньги. Что это значит? А это значит, что я беру ответственность за своих игроков. А в чем заключается ваша ответственность? Накричать, не пустить на матч? У Дани сегодня серьезная игра. Полуфинал. Все зависит от каждого. А от Дани более, чем от остальных. Если бы вы пришли на матч, поддержали бы его, он бы гораздо лучше играл. А что можно делать, и что нельзя, это вы можете решить уже в кругу семьи. В любом случае. Мы уже увезли его на дачу. Так, ручку в банк сегодня не сдавать. Мне нужны наличные. Что, Анатолий Романович, расширяться будем? Не будем. Это наличные расходы, понял? Да. Мы первые. Может, к приезду остальных успеем все приготовить? Игорь Викторович, выгружайте продукты. Анатолий Романович, Мангал здесь ставить, поближе к столу? Да. И начинайте делать шашлык. А я займусь дизайном стола. Ну, наконец-то. Здорово. Здорово. Привет. 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 Шашлык уже готовится? О, здравствуй. Таня. Олежка. Олежка. Это наш сынок. Привет. Ну что, приехали? Ну что, проходите. Уже пахнет вкусным. Видишь, шашлык готовен. Да? Будешь шашлык? Да. Ну вот и здорово. Олежка. Алло. Добрый день. А, здравствуйте, Слава. Это не из Киева? Нет, это вчерашний Митин знакомый. Ну-ка, дай мне трубочку. Алло. Это Екатерина Васильевна, Митина мама. А, простите, а с кем я разговариваю? А, Слава? А какой Слава что-то я не припомню? А, Кирия? Да, да, ну конечно, конечно, да, вспомнила, вспомнила. Ну ничего, потихоньку. Стараемся. Ну да, стараемся, даст Бог. Все обойдется. Ну хорошо, Слава, до свидания, я передаю трубочку Ирине. Да, алло, Слава. Тань, я, наверное, должна сказать тебе спасибо. Я, правда, очень благодарна тебе за кровь. Честно, даже не могу выразить словами, наверное, все, что я чувствую. Лиза, давай перейдем на ты? Но мне со мной как-то даже неловко. Как будто с деловым партнером разговаривали. Ну, давай. Лиз, я всегда с удовольствием помогаю тебе и Мите, готова помочь. Да и потом подумаешь, кровь. Такая малость, каких-то 400 миллилитров. Я читала где-то, что даже иногда полезно сдавать кровь. Все равно как-то, ну, ты сама понимаешь. Все в порядке. Не думай об этом. Спасибо. А-а-а, дамы, в середине второго тайма я понял, что я просто необходим вам. И я решил избавить вас от этой работы. Давайте, что можно сделать? Давайте. Ничего. Нет, 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 нет. Таня, тебе повезло с кавалером. Я, кстати, прислушивался на твоем месте. Между прочим, это сторонний наблюдатель, поэтому спасибо, дедушка. Да-да-да. Может, вы просто утомились, Георгий Константинович? Решили в малиннике отдохнуть. Ну, что ты утомился-то? Я вообще полон сил, между прочим. Я просто хотел вам помочь. И если даже здесь не найдется для меня работы, я готов просто лежать у ваших ног. Ну, Гера, ты хитрец. С помощью грубой лести хочешь отвильнуть от работы. Да. Давай сюда, сюда, давай, давай, давай. Ну, хорошо, хорошо. Вы меня раскусили. Я, так сказать, польщен вашей проницательностью. И теперь... Давай, давай, лови, лови, лови. Есть. Я и целый. Я все, что хочу. Бегай за мячиком, быстро. Прямо сейчас. Быстенька, давай. Все? Это в дальнейшем. Давай, еще, 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 давай. Я подумаю. Давай, Быстенька. Гера. Да? Мы обязательно воспользуемся вашей помощью. Давай, давай. Но если вы не против, мы бы хотели посекретничать. А, конечно. Конечно. Желание женщины для меня. Но мы обязательно воспользуемся вашей помощью. Беги, беги. Беги, 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 беги. Я, я обратно пользуюсь. Одень ему панамку. Нет. Да день сегодня просто замечательный. Я хотел пригласить вас погулять по Москве. Я бы с удовольствием, но... Не знаю, вдруг я Екатерине Васильевне понадоблюсь. Ирочка, ну послушай, Митина мама уже довольно взрослая тетя. Она вполне может позаботиться о себе сама. Может, ты боишься меня? Ну, зачем же мне вас бояться, слава? Ну, не вампир живу, в конце концов. Ну вот, уже хорошо. Москва же большой, замечательный город. Ты же редко здесь бываешь. Да, уж не часто. Ну вот. Я как джентльмен, я просто обязан, я просто обязан поводить тебя по этому красивому, великолепному, большому городу. Посиди в каком-нибудь уютном ресторанчике. Я угощаю, само собой, разумеется. А на закате солнца верну тебя домой, довольную и невредимую. Ну, если только довольную и невредимую. Но можно я еще подумаю немножко, хорошо? Ну, только недолго. Красивым девушкам вредно много думать, они от этого становятся некрасивыми. Я еще позвоню. Ладно, хорошо, пока, увидимся. А, Ира, я вспомнила, кто такой слава. Только он с Митей не в футбол играл, а отбывал вместе наказание. Ну, он тогда освободился пораньше и, помню, еще привез от Мити письмо. Ну, вообще, был вежлив. Спрашивал, как я одна справляюсь, не нужна ли помощь. Да что вы, как же это? Он мне не сказал ничего. Ну, не очень-то хочется говорить об этом при первом знакомстве. Нет, ну, просто он меня пригласил гулять на целый день. Я вот, если бы знала, наверное, не пошла бы. Ну, хорошо, он же тебя пригласил не за город на дачу. Нет. Вы будете все время на людях. Ну, в принципе, можешь сходить, ничего страшного. А за что он все делал? Не знаю. Может быть, за дело, а может быть... И ни за что, как Митя. В общем, решай сама. Нет, ну, понимаете, если бы он мне правду сказал, он же обманул, он сказал, что они с Митей футбол играли. Ну, вот зачем? Ира, тебе решать. Все, не пойду я с ним никуда. А куда это ты собрался в выходной? Неужто решил с женой по магазинам поездить? Нет, Люба, у меня дело. Какие дела, Паша? Какие дела? Ты всю неделю на работе. За пять дней можно решить все вопросы, а в субботу, воскресенье побыть с родственниками? Ну, все нормальные люди так делают. Да не начинай, Люба, пожалуйста. У всех семья, как семья. Все торопятся домой. Все хотят побыть друг с другом, интересуются, спрашивают. Милая, не болит ли у тебя голова? Милая, не болит ли у тебя голова? Болит. Болит. У меня болит голова. У меня от вас все болит. Таня ни одного вечера дома не провела, как с тех пор, как приехала. Ник вообще меня игнорирует. Ты уходишь. А мне что делать, а? Мне что делать? Третий раз пол помыть? Люба, ты устал. Отдохни. Поговори с мамой. Да нет, я, конечно, понимаю. Я, конечно, понимаю. У тебя любовница. Ну, вот так вот, вот так вот цинично, выходной, на глазах у жены собираться, ну, я не знаю. Люба, ну, перестань ради Бога. Нет у меня никакой любовницы. Я к Шматову. Поговорить нам надо. К Шматову? Поговорить о чем? О нас. Всех. А вы трое, что здесь делаете? Остальные уже на поле. Ничего не выйдет. Они нас сдавят. Мы до их ворот вообще добраться не можем. Потому что мяч по центру не держится. Так, что за настрой? С таким настроем мне в полуфинале первенства города играть, а во дворе я с дошкольниками. Да откуда у нас может быть настрой, если Митрия Ивановича нету? Ну, не может он сейчас быть рядом с вами. Нечего об этом. Да, он сейчас в Москве, но мысленно он с вами. И что он видит? Сдались. Сдохли, решили матч пешком догулять. Даже если он сейчас был рядом с вами, он бы за вас не бегал бы по полю. Ну, ничего не получается. Пас не идет. Дмитрий Иванович приедет. Вы ему так и скажете? Мол, вы нас тренировали, Дмитрий Иванович, да? А мы ничему от вас не научились. Плохой вы тренер, Дмитрий Иванович, так? Он хороший тренер. Это мы виноваты. Он в вас всю душу вложил. Вы даже не представляете, как он мечтает, чтобы вы выиграли. А вы так легко его предаете. Мы? Да никогда. Ну, а как это называется? Не можем, у нас не получается. Выходит, что Дмитрий Иванович плохой тренер. Да нет же, ребята. А давайте, будто Дмитрий Иванович смотрит, а? Ну, давайте, ну, зажжемся, ну, побегаем, а? Да, но как же Данька? Как он нас подвел? Если Дмитрий Иванович... Игорь Иванович, а ведь мы в юности с Герой в одной команде были. В ваших мы здорово играли. У нас была настоящая футбольная команда. Ну? Куда уходит детство? Есть. Какие города. Давай, Олежка. Давай, Олег. Давай. Да, помнишь, как мы друг за другой горой стояли, а? Да, и каждый день мы гоняли в футбол. И каждый день для нас был праздником. О, штанга. Давай сюда неси. Давай мяч, Иванович. Ну? Папа. Чего? А вот у них, кроме футбольного мяча, ничего не надо. Ничего тебе не надо. Молодец. А у нас, кстати, была история с мячом. Был у нас мяч, Игорь, командный мяч. Да. Ну, мы играли им только между собой и брали его на все игры. Ну, это у нас что-то вроде талисмана было. Такой маленький круглый бок. Да, и этот мяч для нас очень многое значил. Молодец. Опа, молодец. И вот однажды этот мяч пропал. Митя тогда был капитаном команды, и все решили, что это он его присвоил. Все улики были против него. Ну, и понимаете, такая ситуация, что... Давайте. Ну, каждый хотел, чтобы этот мяч был только его, понимаете? Герка, да что ты говоришь, а? Что значит только его, а? Понимаешь, мы... Это тогда был командный мяч, понимаешь, командный. В этом был весь смысл, потому что это была команда. Ну, команда, команда, Митя. Ну, так или иначе, в общем... Митя был капитаном, и мы его обвинили в том, что он взял его себе, понимаете? Папа, ты ведь не брал, знаешь? Да, конечно, нет, не брал, Олешка, не брал, сынок. Папа не мог. А ты-то веришь? Да я-то верю. Ну, все, давайте играть. Пальни. Ира, я, конечно, этого слова хорошо не знаю. Но, знаешь, мне кажется, что не стоит относиться предвзято к человеку, с которым мало знаком. Нет, ну, тюремный же срок просто так не дают. А вдруг он вор-рецидивист? Не дают? Ну, а как же Митя? Да. Не знаю, может быть, конечно, он что-то и сделал. Но мне так кажется, что он свое наказание уже получил. Ну, я не знаю, это идти или не идти. Да не знаю, Ириш, ну... Ну, думай сама. Даня, очень хорошо, что ты здесь. Давай, быстро переодевайся. Пять минут тебе на разминку, и я тебя выпущу. Я от остановки сюда бегом бежал. И могу уже без разминки. Да уже ведь некогда. Сколько осталось? Второй тайм уже начался. Уже один гол проигрываем. Я уже думал, отец тебя не отпустит. Но лучше поздно, чем никогда. Тарас Петрович, я с дачи сбежал. Что? Даня, ты понимаешь, что ты делаешь? Мне опять потом с твоим отцом скандалить? Он же тебе может вообще запретить заниматься футболом. Ну, я не могу отсиживаться на даче, когда моя команда играет. Это нечестно. Да не волнуйся, не волнуйся. Ребята все сделают. Мне самое главное тебя уберечь, понимаешь? Ты нам нужен не только сегодня, но и завтра, и послезавтра. О, черт. Так, я пошел на поле. Даня, Даня, я тебе последний раз говорю. Тарас Петрович, нам уже два гола надо отыгрывать. А я все равно здесь. Хуже мне не будет. А гол я еще смогу забить. Выпускайте меня. Ну, ладно. Ладно, давай, давай. Давай, давай, давай. С Богом. Да, Таня, у нас с тобой всегда было много общего. Мы обе любили Митю. Ой, это было так давно, Лильс. Десять лет прошло. Мы тогда еще были детьми совсем. Весь мир изменился с тех пор. Не знаю, я смотрю на вас, и мне кажется, что ничего не изменилось. Лиза, я понимаю, что тебя беспокоят. Ты, конечно же, имеешь право беспокоиться, но поверь мне, причин для этого абсолютно нет. Десять лет прошло. Десять лет, целая жизнь. И я прожила эту жизнь в другой стране. Вокруг меня были другие люди. Я говорила на другом языке. Я изменилась. Я, конечно же, люблю Митю. Нет, я люблю его как друга. У него эти годы были не такие, как у меня. А потом, у вас семья. Олежка просто прелесть. Да Митя о тебе только и говорит. Только о тебе. А ты хотела бы по-другому? А ты хотела бы по-другому? Я бы по-почелу не встречаться, но обстоятельства и нуждает. Честно говоря, удивил ты меня, Павел Андреевич. Удивил. Ну, что поделаешь, Коле? Пришел, заходи. Проходи. Коньячку не выпьешь? Нет. А я, пожалуй, выпью. Ну? Так о чем ты хотел со мной поговорить? Я просто заинтригован. Какие обстоятельства привели тебя ко мне? Дело снова касается моей дочери. Пройдем в кабинет. Я пришла тебе сказать, что прогулка отменяется, и вообще все отменяется, и вообще мы с тобой больше не увидимся. Вот так так. Подожди. Я что-то ничего не понимаю. Ты же была такая веселая, такая хорошая. И доверчивая очень. А ты меня обманул, с самого начала обманул. И мне кажется, на этом нужно закончиться. Да ладно, вот это тебе. Ну, подожди. Тебе что, мама Митина, что ли, все рассказала? Ну, не ты же. И не надо мне вот этого больше. Да подожди, Ир. Да две минуты ты можешь подождать? Ну, 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 с чего я тебе должен был все рассказывать? Ну, кто ты мне была? Ну, открыла дверь, дом пустила. Ну, да, я тоже сказал, что я друг детства, что знакомый. Ну, с чего я должен был тебе все рассказывать? Ну, старое поднимать, зачем? А тут, ну, чаю попили. Ну, познакомились. Ну, и понравилось ты мне. Честно. А потом, ну, вот я перед тобой стою. Спрашиваешь, что хочешь, как раскрытая книга. Читать умеешь, открывай любую страницу. Ну, конечно, ты же королева, ты пришла. Да пошел ты, Славик. Ну, и все, когда узнают, так же поступают. Ничего, я привык. Право твое. Ну, только сейчас тоже ты развернешься, уйдешь. Ну, я расстроюсь немного, а потом выживу. Ну, вот если бы ты мне дала еще один малюсенький шансик. Ну, так, погулять, поболтать. Я тебе город покажу, фотографии из альбома посмотрим. Ну, а потом обещаю, что никогда тебя больше не побеспокою. Ну, ты только не обманывай меня больше, ладно? Пойдем. Злюка, бука, краказинка. Ты имеешь в виду Веронику? Нет, Татьяну. Тогда просто не понимаю, о чем ты собираешься говорить. Ну, я бы очень не хотел, чтобы наши пути пересекались. Но вот не успела Татьяна вернуться, как снова что-то начинается. А что, собственно, произошло? Я хочу, чтобы ты немедленно расторг договора об аренде, который заключил вас с Герой. Ну, причину придумай сам, это несложно. А с какой стати? Эти площади Геры предлагает Татьяне. Для ее собственного дела. Ну, я не знал, что это касается вашей семьи. Как ты понял, я заключал договор-то с Герой. Я вообще стараюсь помогать начинающим коммерсантам. Мы же им благородны с твоей стороны. Ну, тут процедура, ты понимаешь, такая самая обычная. Но сейчас уже поздно что-либо менять. Процесс, как говорится, пошел. Договор двинулся по инстанции, так что, к сожалению, ничего не могу сделать. А ты сделай? А зачем? Здравствуйте. Я вас сегодня не ждал, так что ничего нового сообщить не могу. Добрый день, Александр Евгеньевич. Но я пришла поговорить с вами не о Лизе. Пожалуйста, слушай. Знаете, я у вас в больнице встретила такую пожилую женщину. Я не знаю, кто она. Может быть, сиделка, может быть, медсестра. Ее Анна зовут. Правда, фамилии я не знаю. Так вот, я хочу поговорить о ней. Интересный человек. Она каждый год, месяца на два, на три, приходит к нам в клинику. Беседует с больными, помогает нам. Трудно определить ее статус. Сиделка. Сиделка, скорее всего, сиделка. Вот. Но во врачебные дела они вмешиваются. Вы понимаете, вот она мне рассказала, что в молодости болела лейкемией и сумела как-то вылечиться. Я слышал об этом, как врач по этому поводу сказать вам ничего не могу. Я ее не лечил. Документальных подтверждений ее болезни и выздоровления у меня нет. Но знаете, после ее визитов больным действительно становится легче. Да, это необъяснимо, но это факт. А как ей это удается? А вы поговорите с ней. Она никому не отказывает. Действительно добрый, светлый человек. По крайней мере, просто поддержка Лиза, это тоже хорошее лекарство. Давай, давай, опа, опа, опа. Лиза, ты напрасно заставляешь меня оправдываться. Я к Мите хорошо отношусь и не буду хоть относиться хуже. Но он уже давно героиня моего романа. А кто сейчас твой рыцарь? Гера? Гера. Гера меня балует. Он твой жених? Да нет. Я ж только недавно прилетела. У меня еще акклиматизация не прошла. Гера. Гера за мной ухаживает. Он мне помогает во всем. С ним удобно. Я ему благодарна за это? Да. Это не похоже на любовь. Это скорее расчет. Ты знаешь, у нас с ним хорошее отношение. И меня это действительно вполне устраивает. А почему ты подумал о Веренике? Можно узнать? Ну как же, Павел Андреевич. Я ведь знаю, как ты рьяно оберегаешь своих дочерей. Я думал, ты решил развести наших младших. Они ведь каким-то образом познакомились. Познакомились? Ваша семья мой крест. Да я тоже не стремлюсь к тому, чтобы наши семьи сближались. Я, между прочим, уже запретил Борису встречаться с твоей девочкой. Но, к сожалению, одних моих усилий недостаточно. Мы тоже решаем этот вопрос. Вот и замечательно. А то в один прекрасный день преподнесут нам какой-нибудь сюрприз. И станем мы с тобой родственниками. Ну, а насчет Татьяны ты не беспокойся. Я не причиню ей никакого вреда. И потом, через некоторое время выборы на моем месте окажется кто-то другой. Так что поверь, договор об Веренике абсолютно чистый. Попробуй поверить. Слово депутата. Значит так, будьте добры. Девушки. Пинаколаду. Ну, а мне грамм двести. Черного чаю. Ну и пирожных. Вот это. И вот это. Пинаколада, что же это такое-то? Ты прям завсегдатый тут, да? Да, боже упаси. Я, знаешь, попробовал первый раз. Не то в Турции, не то в Египте. Ну, у меня сейчас работа такая, что весь в разъезде. Весь в разъезде. Вот. Ну, и намотался, соответственно. Спасибо. Спасибо. Намотался, соответственно, вовсю. Ну, деньги, заработки, все дела. Да, слушай, интересно. Я прям завидую тебе. Да. Да. Ну, вот всего бы этого не было. Если бы не познакомились мы с Митей при наших печальных обстоятельствах. Так ты мне расскажи про Митю, каким он был-то все годы. О, Митя. Митя всегда был отличным человеком. Добрым. Это я в свои 17 лет был шалопаем. Дурнем. И залетел по дуре по злое. В переплетку. Да, знаешь, хорошо, что я его встретил. Тот до сих пор путешествовал по лагерям да по тюрьмам. А там что, страшно очень, да? Да ты знаешь, что ли, когда рядом такой, как Митя, нет? Нет. Да вообще он меня спас, как говорится. Спас от самого себя. Теперь пришло время мне его выручить. Ты передай ему, что я деньги для Лизы нашел. Славочка! Ну какой же ты молодец! Здравствуйте, Анатолий Арманович. Поужинаете? Да, передай в бар, как обычно. С вами еще кто-нибудь будет? Да. Приборы на двоих. Будет сделано. Скажи, ты деньги приготовил? Конечно. Иричка, спасибо тебе за этот день. Ты просто чудо. Спасибо. Да, день был хороший. Слушай, может, пойдем еще погуляем? Пожалуйста. Ночная Москва в огнях такая красивая. Славочка. Как елка новогодняя. Славочка, ты же обещала меня вернуть домой когда? До заката. Да, да. Давай ночные прогулочки оставим на потом. С тобой еще так мало знаком. О, да ты, оказывается, не только красивая, а еще и благоразумная. Да. Ну, проводить до дома-то ты позволишь? До дома позволю. Да? Да, только сейчас подожди одну секундочку. Я приду. Через минутку. Конечно. Да. Да. Темная новость Только пусть Свистет по стиху Только Продолжение следует... do- Чего? Через полчаса буду. Да. Ну что, Славочка, идем? Ага, минуточку. Ну скажи-ка мне, дорогой мой сын, какие у тебя отношения с этой младшей Соболь? Па, тебе не кажется, что ты вторгаешься в мою личную жизнь? Твоя личная жизнь началась не очень вовремя и совершенно не в той компании. А меня она очень устраивает. Я доволен. У меня, знаешь, грандиозные планы. Боря, прекрати эту клоунаду. Я с тобой серьезно разговариваю-то. У тебя сейчас одна задача поступить. Я надеюсь, ты не забыл. Па, я тебе не робот. У меня есть другие интересы. Чувства, между прочим. И одно другому не мешает. А если ты по поводу института, то я поступлю. Не волнуйся. Боря, Боря, трудно с тобой разговаривать. Трудно. Да, я трудный переросток. Ну, хорошо. Я тебя прошу, как отец. Немедленно прекрати отношения с младшей дочерью Соболя. Я говорю совершенно серьезно. Иначе ты просто лишишься моей поддержки. Так это ты из-за нее? А я думаю, из-за института. Па, ну вот объясни, почему я не могу с ней общаться? Ой, Боря, Боря. Паша, ну наконец-то. Ну как, все прошло? Прошло, я просто не в себе. Почему я все новости о своей семье узнаю последние. Ну, что же... Еще от Шматова. Ну, что он сказал? Он со мной как с пацаном. Ну, это просто невероятно. Как это? Нико встречается с младшим Шматовым. Как это? Как такое вообще может быть? Ты где была? Семья, семья. А я ничего не знаю. Ну, знаешь. Че ты орешь-то? Че ты орешь? Че ты удивляешься? Тебя же никогда нет дома. У тебя никогда нет времени. На нас у тебя всегда дела. У тебя просто не было времени обо всем узнать. Я тут, понимаешь, и выбиваюсь из сил. А ну, она же меня не слушает. Ну, с тобой я еще поговорю. Ника! Ника! Пойдя, иди сюда. Ладно. Ну, перезвоню, папа. Ну, пока. Пока. Че вы кричите? Ника. Ника, твоя мама права. Ты должна перестать общаться с Борисом Шматовым. Так, понятно. Подожди, подожди, послушай меня. С этой семьей нас сцезывает, к сожалению, давние и весьма неприятные события. И все мы, я, твоя мать и Таня, хотели бы и Оршматовых забыть, как о страшном сне. Поэтому я прошу тебя, я настоятельно прошу, ты должна прекратить эти отношения, эту дружбу. А если я не хочу? Как я скажу человеку, Боб, прости меня, пожалуйста, наши отцы что-то не поделили сто лет назад. Так что, чао. Ника, ты не думай на эту тему. Просто сделай так, как я говорю. Нет, папа. Нет, ну это уже слишком. А что вы хотели? Ника, я все сказал. Если я узнаю еще хотя бы об одной вашей встрече, ты немедленно поедешь за границу в закрытый пансион. Это ваш коронный способ. Если что, сразу в пансион. И эту ситуацию я уже видела. Только я, не Таня. И у вас этот номер со мной не пройдет. Давай рассказывай, как ты там на работе устроился? С ребятами подружился? Да. Отличные ребята, общительные. Не успел устроиться, как все сплетни, я на начальство узнал. Информация у вас поставлена, что надо. Хм. Надо будет нести в контракт пункт, а не разглашение. А что говорят? Ну что говорят? Многое? Да, вот последнее, что якобы Таня твоя невеста. Это правда? Пока еще нет. Здравствуйте, Анна. Меня Екатерина Васильевна зовут. Катя. Хороший день сегодня, Катя. И вам здоровья желаю. Я хотела с вами поговорить о своей невестке. Вы знаете, вот я всю ночь не спала. Не идет у меня разговор ваш о том, что вы побороли свою болезнь, когда даже врачи еще ничего не знали, что это такое. Да, Катенька, не сладко мне пришлось. Да, как говорят, с Божьей помощью справилась. Ну, если это так, так значит, вы наша последняя надежда. Да. Для того я и тут, чтобы помочь каждому, кто поймет. Поймет? Да. Каждому, кто поймет, что не все случайно. Что неправильные слова говорил. Людей обижал. Бежал без оглядки, не останавливаясь. Для того и становил тебя Господь, чтобы ты задумался. Да, ошибки свои исправил. Чтобы прогнал мысли, которые тебя изнутри разрушают. Я вижу, ты не такие слова от меня хотела услышать. Думала, что я из кармана волшебную пилюлю достану. Нет. Ты простых решений не ищи. Все намного сложнее. Ты лучше, Катя, подумай, почему тебе беда показалась. Жизнь коротка, Катя. А тратишь ее на суету. А ты поспеши. А то не успеешь. Может, простить кого-то? Или что-то важное кому-то сказать, а? Ну, а девочке твоей я помогу. Не брошу я ее. Сильная она. Особенная. Не такая, как все. Я попросил полковника присоединиться к нам. Понаблюдать за процедурой передачи денег. Ваше здоровье, Алексей Иванович. Ебога, Ир. Расписочку накатать. В таких делах бумаги лишние. Потом приятно же выпить с хорошим человеком. Да, держи. Пять тысяч, как в аптеке. Деньги любят счет. Алексей Иванович, вы оказываете огромную услугу. Мы можем поговорить наедине. Спасибо. Ну что, ты готов? Всегда готов. Значит, завтра. Значит, завтра. Дорогие друзья, прежде чем сказать тост, я хотел бы сделать одно очень важное сообщение. Что-то новенькое. Дай, Гер, дай, дай, дай. Там кольцо. Это твой завтик. Татьяна Павловна, в этот прекрасный день в присутствии самых близких людей. Я прошу вас стать моей женой. Горько! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok